Есения в горке катается. Ой, Есения, я раздолья. Ну, прикольно. Ну, холодно. У меня есть варежки. У тебя перчатки, понимаешь? Не бойся, не бойся. Не бойся. Алина, теперь моя очень холодно. Холодно, да. Не, я не буду висеть. Нужно работу. Открывай. Вот. Доставай его. Доставай. Это шубка. Алина, понравился тебе рюкзак? Да. Да. Сейчас вы поможете. Сейчас, ты сейчас выможешь. Ты выможешь его сейчас. Ты сейчас же будешь кататься, Есения. А, да, точно. А положи, пожалуйста. Да, я положу. Положи просто вот так на пакетик. Все. Всем доброе утро и добро пожаловать на мой канал. Ну что, вчера я прилетела из Израиля. И, пока я сейчас буду пить кофе, конечно, хочу немножечко, не знаю, рассказать. Потом хочу показать, какие, ну, вещи, немного совсем привезла вещей. Потому что я туда летела, у меня был ограниченный багаж. 20 килограмм это багаж и ручная кладь. Там должно быть, по-моему, 8 килограмм. Вот. Чемодан у меня новый, не вместительный. Поэтому пришлось ограничивать себя. Вот. Ну что, я вот, ну, когда прилетела туда, в Израиль, я не успела... Такая там суматоха у меня была при прохождении этого вот контроля, да, и... Как сказать, я хотела там немножечко сразу показывать все, но там было, поверьте, не до этого. Там вообще такая суматоха, ты стоишь, ну, слава Богу, мы там с Мариной. Да, если Марина, если Марина смотрит это видео, привет. Вот. Мы с ней стояли, друг друга подбадривали. Она меня, я ее, и что у нас все будет хорошо, и что... Потому что перед нами очень многих уводили в допросную комнату. Буквально там женщина там с двумя тетьми, потом еще пара, и с ними парень их тоже увели. У меня буквально я подошла, Марина вообще быстро прошла, она по бизнесу летела, значит, по работе. А я тоже подошла, она у меня спросила, ты куда летишь, какой отель, название отеля. Я сразу все бумаги приготовила, заранее приготовила еще второй паспорт. У меня первый уже закончился, и вот я его приготовила заранее, потому что у меня там есть визы, есть шенген, американская виза. Они по этим визам очень легко пропускают. И вот, потом она спросила, обратный билет есть? Я говорю, есть. Штамп поставила, и все. Ты счастливый. Туда проходишь, бегаешь, ищешь свой чемодан, и все. Ну, в общем, очень все быстро, я даже не ожидала, летела, очень переживала. Да, конечно, сейчас я понимаю, что надо было все-таки как-то, как-то что-то постараться, либо, либо продлить, либо, ну, в общем, когда я прилетела в Москву, я понимаю, что надо было что-то сделать. Ладно, это не суть, я надеюсь, это не последняя моя поездка в Израиль. Вот. Сейчас я покажу вам, что я купила. Некоторые вещи. В Duty Free особо я вот как бы ничего не покупала, потому что мне нужен был только парфюм. И, опять же, у меня чемодан. Да, хочу сказать по поводу чемодана. В общем, все-таки там были установлены нали на чемодане. Я уже, когда приехала домой из аэропорта сюда в квартиру в Москве, я села спокойно и начала набирать эти нали и аккуратно все их вот так покрутила, чтобы они были все на одном уровне. Все совпало. В магазине был установлен код. Ну, обычно магазины, они делают, да, код на ноль. Все, чемодан у меня открылся. Слава Богу, все хорошо. А то уже хотела этих вызывать мастеров. Вот. Так что сейчас покажу, что я купила. Так, ну, не знаю, с чего начнем. Начнем, наверное, вот я купила, что я купила в Детифри. Это вот Монталь парфюм. Сейчас я покупаю не просто Монталь роза мускус, а вот здесь написано интенсив. Интенсив, он более выраженный. Если кто любит Монталь, вот у меня уже был такой. И, в общем, я посчитала, что... Тем более он здесь дешевле. Здесь, говорю, ну, вот в Израиле он дешевле. В Детифри 166 долларов. Если перевести, то это где-то... Ну, где-то около 10 тысяч, да? Вот такой большой. В Москве смотрела, он стоит на рубли 19 тысяч. Вот, считайте. Бербаре тоже взяла новый аромат. Он стоит 92 доллара. Перевернула. Очень такой... Я его... Я себе на руку побрызгала, и... И в самолете потом просто наслаждалась этим запахом. Да, вот. Хочу показать... Даф... Даф... Он здесь вообще... Опять говорю, здесь. В Израиле. Он вообще другой. Вот тут написано оригинал. Если обратите внимание, то... Ну, в России такого нет, чтобы было написано оригинал. И очень стойкий запах, очень хороший. Совсем другой. 12,90 шекелей. Вот. 10 шекелей это... Это 340 рублей. И еще 3 шекеля. Короче, 400 рублей. И Рексона взяла. Я очень люблю вот Рексона. Потом молочко для снятия макияжа. Тоже написано milk. Я уже им пользуюсь. Тоже чуть-чуть, конечно, оно такое... Ну, как бы вот густое. Ну, нормальное. Потому что, ну, в России сейчас я пользовалась лариалевским. Молочко и термальная вода. Этого сейчас не найти. Это профессиональный кондиционер для волос. Тоже вот. Уже пользуюсь тоже. Ну, и конечно же, как я... Вот кофейная душа. Я помню. Вот такой кофе. Ну, это так. Просто взяла 4 пачки. Потому что, ну, у меня был багаж. И багаж, вот, который я сдавала. И ручная кладь. У меня все было вообще забито. Поэтому некуда было особо ничего покупать. Просто 4 пачки взяла. Вот этот кофе я очень люблю. Я помню этот кофе вот когда в Израиле. Ну, когда я раньше была. Одно манго у меня. Вот такое. Огромное. Смотрите, какое начало дое. Довезла. И еще этот фрукт привезла уже. Господи, забыла как называется. Так. Ну, и что вот по вещам. Не знаю. Вот раскладываю вещи. Даже не знаю, с чего здесь начать. Это вот кто видел видео, да. Я показывала. Это я в Заре купила. Ну, вот эта кашемировая водолазка. Она у меня есть. Я покупала в Заре, наверное, сколько. Ну, когда еще Зара вот была год назад или два года назад. Вот с таким горлышком. Только у меня вот здесь на этих на рукавах у меня вот здесь пуговички. И где там эти рукава. Вот они. Вот здесь их нет. Но мне это не важно. Главное, она такая вот кашемировая, приятная. Вот сейчас в России не купишь ничего из Зары. Это вот младшие внучки. Не знаю, как там написано. Курточка это или что это. Шубка или вот с таким оригинальным карманчиком. Так. Конечно же, вот таких пижамок набрала. У них там сейчас я не знаю. Так. Это вот тоже младшие. Ну, вот я там не обратила внимание. Но вот это, ну, как бы для Есенички вот такая, да, получилась мягенькая, тепленькая. Ну, пусть хорошо. Как раз, ну, в зиму, да. Сколько там они стоят? Я уже, конечно, все забыла. Не помню, сколько стоит уже. Может быть, на этой они... 119. Ну, это вот, это вот для Кирочки. Это уже другого качества. Посмотрите. Это как трикотажная, а это немножечко утепленная. Ну, вот эти просто супер качество вообще. Вот две и себе. Понятно, как я могу себя обойти? Я уже там ее как бы одевала в Израиле. Элька вот у меня. Вот. Очень. Такая приятная к телу. Вы просто одеваете ее и надеваете или одеваете. Так, это, конечно, сына. Тоже вот взяла Эльку. Она просто огромная. Это спортивная такая кофта. Когда я ее покупала, я у них говорю, ну, вот как он, говорю, носит Эльку. Мне ее как бы развернули. Вот надо будет на себя ее померить. Я говорю, она огромная. Они там позвали, значит, ну, как бы продавца, который говорит на русском. А он говорит, вы же понимаете, это майка от Джордан. Она должна быть свободная. Вот написано Джордан. Да я говорю, откуда я понимаю, там, Джордан это или что? А, Мада Инхина Джордан. Ну, нет, ну, она вообще качество отличное, спортивное. Такая с длинным, кстати, рукавом. Стоит 209 секелей. Это 3 400, ну, 3 500. Вот так. Так, идем дальше. Есения у меня все просила. Бабушка, купи мне платье блестящее. Вот, купили ей платье блестящее. Дай Бог, оно ей будет хорошо. Очень такое красивенькое. Я не знаю, как показать даже. Вот такое платьишко красивое. Ну, там, да, детского много всего. Так, 159 шекелей. Это, так, 1740 и еще 60, да? Ой, сейчас не соброшу. В общем, 100 шекелей это 1740 рублей. Вот такое красивенькое платьишко. Как раз ей будет на Новый год, я так думаю. Так, это дочки. Ну, это дочки такой этот свитшот или как это. Ну, такой тоже, такое качество. Очень хорошее. 159 шекелей. Ну, вот этих всяких разных там свитшотов. Там просто уйма, уйма. Просто я не знаю даже, ну, как вот рассказать. Всего вот такого спортивного костюмов. Ну, я не знаю. Там просто выбор огромный. Потому что там все бренды, вот которые и раньше были в России. Никто никуда не уходил. Ну, это в аэропорту так купила. Вот и синий этот рюкзачок. Она маленькая. Ей будет прикольно поиграть. Написано Иерусалим Принцесс. Вот с таким мишкой. Для маленького ребенка это нормально такой вот рюкзачок, я считаю. Потом вот такая, значит, блузка. Очень тоненькая, тоненькая. Тоже я ее одевала уже там в Израиле. Гуляла в ней. Потом вот такая тоненькая. Это где я покупала? Это в Кастро. Вот оно не то, чтобы под горло. Она вот, как сказать, вот так просто, да, одевается и все. Это не заворачивается вот так. Очень приятная. Тонкая-притонкая совсем. У меня есть такая наподобина. Моя немножечко подольше. Так, потом еще вот такая кофта. Всего такого цвета. Я не знаю, мне сейчас больше нравится вот такое все. Ну, это тоже такая вот на теплую погоду, под какую-то куртку. Здесь такой рукав оригинальный. Чтобы было видно. Вот рукавчики. Ну, такая. Ну, и здесь у меня еще, я еще все не до конца как бы разобрала. Да, потому что, потому что, потому что вот так. Свитшот. Это тоже мне купили. Вот такой. Я хотела такого цвета, потому что у меня есть такой. Ну, как сказать, он уже, ну, я уже год в нем хожу. А это новый. Здесь, по-моему, сзади что-то есть. Да, вот так. Это сзади. С капюшоном. Свитшот. Так, вот такую куртку мне. Тоже купили. Куртка очень красивая. Я тоже уже в ней ходила в Израиле. Это израильская фирма. Ну, я могу потом что-нибудь примерить попозже. И вот такая. Тоже я в ней там сижу. Мы в Аждоте, когда ужинали, мне было холодно. А мы как раз ехали с шоппинга. Вот такая. Такая она прикольная. Тоже вся такая мягенькая. Вот такие рукава у нее, такие огромные. Вот такая. У них очень много, вот как бы, да, идут все в основном вот короткие куртки. Да, вот этот еще купили чемодан мне для ручной клади, потому что основной чемодан у меня и так был забит. И в чем бы я все это везла. Везла вообще и чемодан вот этот маленький, и еще сумка у меня есть для ручной клади. В общем, полностью все было битком. Поэтому в duty-free не смогла особо там купить шоколад. Шоколад купила, но совсем просто вот так вот полакомиться. Вот такой сейчас покажу. Вот такой. Я сейчас уже его пробовала с кофе утром. Очень даже вкусный. Не знаю, как он называется. Пролине. Вот такие мои покупки. Да, еще вот забыла показать. Самое главное тоже как бы для меня, да, вот купила Шанель. Именно тот номер, который мне был нужен. Б20. Вот такой. Это тональное средство. Оно очень легкое. И вот именно по номеру вот такое, да. Потому что я поехала в Москве, искала. И, естественно, этого тона уже нет. И мне сказали, ну, слава богу, хоть что-то еще есть. Ну, вот в Израиле я нашла. Потому что там все. Пока там все есть тоже. Вот так. Так, ну, вот такие покупки. Особо я, допустим, не старалась там что-то везти из Израиля, покупать. Вот это барахло, вот это все. Ну, так гуляю, что-то попалось, да. Поэтому, ну, вот что понравилось. Понравилось. Понравилось, да. Вот что понравилось, то купили. Поэтому вот так. Так что, если кто-то соберется в Израиль, то не бойтесь проходить. Но единственное, что еще хочу сказать, да. Я там где-то говорила в видео, что в Москве тоже очень тщательно, очень тщательно вас допрашивают, заградывают вам в глаза, что похлеще, чем в Израиле. Я не знаю почему. И там я не смогла, да, снимать. Там вообще вот над стойками стояли охрана. именно вот какие у нас были цифры на Израиль, на Израиль-посадка. Перед этими цифрами там стояла охрана, стояла камера. Вообще не знаю зачем. Забирают у вас ручную гладь, дамскую сумочку. Дамская сумочка у меня была, был этот рюкзачок. В ручной кладе он там все перекопал, все перерыл. Я говорю, господи, что такое. Но я должен был до низа докопаться. Ну, ищут, понятно, да, что они там ищут. Это, вот, у меня там все нормально было. Ну, если у вас все нормально, то переживать, да, особо нечего. Единственное, что вот там, ну, в Израиле, когда они пропускают вот этот, да, контроль, вот там уже надо переживать. Потому что они могут просто без причины, просто без причины. Отказывают и все. Ну, вот, пожалуй, это, наверное, все, чем я хотела с вами поделиться по поводу Израиля. Например, раньше я туда ездила, ну, как бы, довольно часто, мне нравится там. Я была там во все, как бы, да, времена года. Я была там и летом, и осенью, и зимой, и весной. Зима, весна и осень. Это, получается, самые комфортные, самые комфортные времена. Да, было летом, в начале июля. Ну, да, жарковато. Жарковато. Но приходится включать кондиционер. Потом будешь бояться, чтобы не простыть. Ну, вот так. Все. Всем пока. И до новых встреч в новом путешествии, надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok